Дорогие наши ветераны боевых действий, дорогие ребята, каждый год 15 февраля мы собираемся здесь, в этом месте, в месте, которое для каждого из нас действительно уже стало знаковым и с каждым годом незначительно, но преображается. Сначала это была аллея памяти со Стеллой, потом, благодаря активной позиции нашей ветеранской организации, в поддержке руководства западного военного округа нам удалось поставить мемориал, памятник боевой машине пехоты, которая принимала непосредственное участие в тех событиях в Афганистане. В прошлом году мы увековечили память наших земляков, погибших в ходе афганской войны на территории Кингисепского района. Я уверен, что и в следующем году произойдут значительные изменения в лучшую сторону. Мы собрались для того, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто выполнил воинский, интернациональный долг вдали от дома, от Родины, от семьи, в тяжелых условиях, всем тем, кто остался беззаветно предан воинскому долгу и присяге. В наших сердцах и нашей памяти навсегда останутся имена всех тех, кто погиб. Уважаемые вангородцы, сегодня вся страна отмечает День памяти воинов-интернационалистов, отдавших свои жизни, защищая нашу Родину на дальних отступах. Сегодня хочется сказать слова огромной благодарности, в первую очередь, ветеранскому сообществу, которые, как и тогда, десятилетия назад работают на передовой, помогают собирать гуманитарные грузы, помогают доставлять их на фронт, поддерживая наших воинов на передовой и вдохновляя их на новые подвиги. Ведь именно вы всегда остаетесь примером мужества и героизма наших войск на все времена. Именно на ваших примерах сейчас появляются каждый день новые герои, которых мы знаем и будем помнить всегда. Спасибо огромное за ту большую работу по воспитанию, патриотическому воспитанию наших молодых ребят. Они должны расти на таких примерах и тех подвигах, которые совершили вы на протяжении нашей истории, истории нашей страны. Вечная память героям, вечная слава. Ну а мир, я уверен, наши солдаты, наши бойцы обязательно завоюют для нас. 15 февраля мы приходим на эти святые места, как здесь вот в Ангорде, в Генгисеппе, память к журавлям, вы знаете, чтобы почтить память воинов-интернационалистов. А, да, это был вывод войск в 89-м году наших войск из Афганистана, но на самом деле наши воины-интернационалисты исполняли свой воинский долг во многих государствах. Это и Вьетнам, это и Египет, это и Сирия и многие-многие другие. Что мы делали там? Мы помогали этим государствам восстановить правду, мы помогали этим государствам защититься от внешнего врага, потому что у них не было своих сил. И мы с честью и достоинством, проявляя мужество и героизм, выполняли свой интернациональный долг. Поэтому слава всем героям, слава всем ребятам, офицерам, солдатам, тем, кто защищал, помогал другим государствам и защищал нашу родину там, за рубежом, чтобы враг не появился на нашей земле. Поэтому это дело было правое. Низкий поклон всем, кто погиб, и всем, кто вышел из этой войны живым и здоровым. Дай Бог здоровья, дай Бог долгих лет жизни. Ветеранов хочу поздравить всех с праздником, выводом войска в Афганистане. Хочу сказать немного о преемственности поколений. Вот все считали, что молодежь, у нас это новое поколение, которое сидит только в гаджетах, в компьютерах, но специальная военная операция показала совсем другое. Ребята, которые сидели в тех же компьютерах, сейчас совершают подвиги, борясь с фашистами на территории Украины. Ну, вечная слава советскому солдату, который защищает нас и наше мирное небо над головой. Субтитры создавал DimaTorzok